Привет, Андрей! Наверное, тебя, как и меня, жители спрашивают, когда будут хорошие новости. Я так понимаю, сегодня у нас есть для людей хорошие новости, очень хорошие новости. Привет, друзья! Меня зовут Андрей Трофимов, я автор новостного сайта Альгазета.ру. Я сейчас нахожусь в городе Сергиев Посад на подстанции скорой помощи. Вот она здесь находится на Пионерской улице, недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. И сюда я пришел, чтобы рассказать вам, почему в последнее время жители Сергиев Посадского городского округа дожидаться, вынуждены скорой помощи, от 5-7 часов и далее. Некоторые даже не дожидаются, умирают. И уже есть такие случаи, я об этом рассказывал. И мой коллега, журналист Андрей Мордасов, вчера выяснил причину. Из 21 автомобиля скорой медицинской помощи, которые положены нам по нормативу, на весь городской округ Сергиев Посад, из расчета одна машина на 10 тысяч человек населения, сейчас наш район обслуживает только 14 машин. Благодаря тому, что ты информационно поддержал этот вопрос, и сотни читателей, твоих и моих, распространили этот материал во всех соцсетях. Сегодня утром мне позвонил заместитель председателя Московской областной думы, Чистюкин Игорь Васильевич, который сказал, что как бы в курсе этой ситуации, и что со мной хочет пообщаться заместитель председателя правительства Московской области, Нагорная Мария Николаевна. Честно говоря, я был удивлен, что не каждый день приходится с людьми такого высокого уровня общаться, правительства Московской области, и позвонил Марии Николаевны. Честно говоря, очень позитивное и положительное впечатление, потому что человек начал наше общение со слов благодарности за то, что я осветил эту проблему. Я снова на станции скорой помощи в городе Сергиев Посад. После моего сюжета и статьи Андрея Мордасова, все сломанные и списанные скорые, где был целый ряд здесь, их отсюда убрали, 12 машин сломанных, нерабочих со станции увезли, на которые люди смотрели и думали, что вот скорая отдыхает, ничего не делает, поэтому вот машины стоят. И вот как выяснил я и Андрей Мордасов, журналист и депутат, они были нерабочими, и вот после репортажа, после выхода, что вместо нормативных 21 машины, а как мы выяснили позже, по нормативу вообще 24 нам положено на линию, у нас в городе выходит 14 машин, и 12 стоят сломанные. И вот сегодня, точнее вчера, эти 12 все-таки машин увезли на эвакуаторах, после того, как поднялась шумиха, позвонили из правительства Московской области в нашу администрацию, наша глава приехал туда, значит, на эту скорую, на эвакуаторах все машины перевезли, и я не знал, куда их дели. И люди уже собирались, читатели призывы делали, давайте скинемся деньгами, давайте своими руками починим эти скорые, давайте, не знаю, что-то еще придумаем. И в итоге сегодня, значит, мой коллега, вот Андрей Мордасов, позвонил заместителю председателя правительства Московской области из-за того, что как бы той уже накапали на ситуацию, да, на него, за эту ситуацию там были, короче, он захочет потом сам озвучит, какие были на него, так скажем, оказаны попытки давления, вот. Но, тем не менее, все разрулилось, и сегодня администрация разродилась пресс-релизом, согласно которому они признают, что 12 машин, которые были вывезены, они неисправные, что 3 из них спишут, вот, потому что у них выработался срок, так скажем, их годности. И 9 уже направили в ремонт на территории местной автоколонны 1791, которая является филиалом МОС Трансавто, уже начался ремонт. Два из них, два автомобиля требуют серьезного ремонта, да, двигатель надо капиталить. А остальные это вот просто, значит, после мелких ДТП какие-то шероховатости, шланги, расходники и, там, бампер, фары и что-то еще. Почему до этого это все нельзя было сделать? Почему на линию выезжало, как бы, на 9 машин меньше из имевшихся, мы не знаем. Но сегодня нас заверили, что, вот, Андрей Мордасов еще и попросил, у заместителя председателя правительства одну машину нам выделить, новую из двух закупленной, да, вот их распределяли там, ну, как бы, по муниципалитетам, кому важнее. Андрей сегодня звонил. Мы с ней поговорили по поводу вопроса станции скорой помощи. Она сказала, что, ну, да, вы должны понимать, что ситуация тяжелая, что ресурсов явно не хватает, но губернатор заинтересован, чтобы вот так, Андрей Юрьевич Воробьев, что вот таких ситуаций не было. Она в курсе, оказывается, и про ситуацию с полигоном Парфенова, безобразие, на котором нам с тобой удалось предотвратить еще месяц назад. Значит, и мы с ней договорились о том, что мы будем сигнализировать, я буду сигнализировать ей лично, значит, о тех проблемах, которые у нас есть, вот такой довольно достаточно высокого уровня проблемы, когда она затрагивает десятки тысяч людей и жизненно, остро, необходимо. Значит, я думал, что меня переключат на какого-нибудь чиновника или подчиненного. Она сказала, нет, мы заинтересованы, поэтому присылай мне лично все, звони, пиши, я готова к открытых сотрудничеству. Если у вас есть какие-то проблемы с местными властями, они, может, не реагируют, мы будем более чутко относиться. Я говорю, отлично, нас такая позиция устраивает, мы договорились о сотрудничестве. Я говорю, ну, раз у нас такой позитивный момент, мы настроены на позитив, говорю, мне со скорой потихоньку нашептали, что сейчас идет распределение одного из двух автомобилей по северо-восточному направлению Форд для то ли реанимобиля, то ли скорой. Я говорю, можно было бы, ну, так как у нас вот такая ситуация, которую все знают, дошла до такого высокого уровня, можно ли, чтобы один из этих автомобилей приехал в наш округ. Я думаю, что это было бы очень классное, такое позитивное развитие событий. Она сказала, ну, хорошо, я постараюсь помочь вам в этом вопросе, посмотреть, что можно сделать. И пресс-служба уже официально объявила, что у нас на одну скорую машину будет больше. А с учетом того, что 9 починят, на линию будет выходить, на 10 машин больше. Даже больше, чем по нормативу, у нас сейчас будет таким образом 29 автомобилей скорой помощи, а не 24, например, как положено, из расчета одна машина на 10 тысяч населения при 240 тысяч, значит, жителей Сергеево-Пасадского городского округа. Ребята, жители, мы молодцы, но это очередной раз, как бы, доказательство того, что мы можем, реально мы можем, у нас получится, но только если мы все вместе. Надо отдать должное всем вам, всем читателям и подписчикам, которые распространили эту информацию просто с молниеносной скоростью. Не только в Ютубе, ВКонтакте, в Одноклассниках, значит, в Инстаграме. Тьма репостов, запросов, звонков. В общем, огромное спасибо всем, кто откликнулся. Вместе мы действительно показали, что мы в очередной раз вместе сила, и с нашим мнением будут считаться, и мы будем добиваться того, чего мы заслуживаем, чего мы достойны, если мы будем, собственно, вот это вот свое достоинство проявлять. Потому что ждать скорую по, не знаю, там 7, 8, 10 часов, это просто нереально. Блин, ну это и так не должно быть. Так не должно быть. И, естественно, не без ложки дегтя. К сожалению, кардинально, вот ситуацию с увеличением количества скорых не решит проблему их такой длинной задержки, потому что по-прежнему наши скорые возят наших больных, не ковидных, а с любыми другими заболеваниями, в другие районы, в другие больницы, где мест не хватает, где люди, людей потом привозят вообще обратно. И это ужасная ситуация, не знаю. Это все, естественно, связано с тем, что наша медицина, наше здравоохранение вот так вот дооптимизировано. С этим нужно, конечно же, бороться, и с этим мы будем, и этот вопрос мы тоже будем поднимать, обсуждать. Простите, что я в очках. Блин, на самом деле, я хотел сначала зачитать свой материал, текст написанный на телефоне, поэтому одел очки, чтобы не было видно, что я его читаю. Потом понял, что это будет как без души. Вот, я там написал более сухо, более кратко, может быть, емко. Сорян, что растекаюсь по древу, но не умею я читать по бумажке. Вот, честное слово, простите. Надеюсь, что всем вам было интересно, надеюсь, что я ничего не забыл вообще сказать. Блин, я, если честно, я рад, в очередной раз рад, что мы не зря живем, не зря делаем свою работу. То, вот. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok